Всем белка, с вами Катя Бельчик. И сегодня у нас разговорчик Бельчика. Что? И сегодня у нас разговорчик с Бельчиком, а это значит, что я буду отвечать на ваши вопросы. Ух, в нашей фан-группе в ВК, оставлю, кстати, на нее ссылочку, кто еще не знает, накопилась куча вопросов, потому что у нас есть там специальная тема. В этот раз я не делала никакие посты в Инстаграме, я решила отвечать на то, что уже есть. Кстати, возможно, вы меня не узнали с красной помадой, но, да, я такая сегодня роковая, немного женщина. Просто решила накраситься помадой, поняла, что кроме красной у меня вообще ничего нет, поэтому будем так. Начинаем! Как долго у тебя занимает время нарисовать один рисунок? На самом деле все по-разному. Какой-то рисунок можно рисовать за час, какой-то за два часа, а над каким-то я буду сидеть весь день. Ну, естественно, с перерывами, но буду до вечера там рисовать. Ну, например, вот слон, я буду просто ставочки делать, он прям очень долгий. Я его начала из серии в 6 утра и закончила к 8 вечера. Я вот весь день рисовала, рисовала, поэтому я не делала запись, так как постоянно менялся свет, но мне, в принципе, было неудобно, я очень-очень долго над ним работала. Романтин буквально пару часов, потому что главное было его придумать, нарисовать эскиз, а именно сам рисунок я выполняла уже быстро. Хотелось ли бы тебе переименовать магазин? Кстати, прикольный вопрос. Нет, нет, мне очень нравится Белка Шоп. Я правда довольна, и то, что у нас тире такое, мне все вообще нравится. Конечно, сейчас все названия русифицируются, но пока мы как бы на английском, но если что, я думаю, что никого не будет напрягать, если мы будем Белка Шоп по-русски. Привет, как лучше обращаться на ты или на вы? Конечно же, лучше на ты. Я вообще чувствую себя неловко, когда мне кто-то говорит вы. Я чувствую себя сразу какой-то бабушкой и старой, и непонятной, поэтому, пожалуйста, лучше на ты. Честно, я не обижусь, если вы не будете говорить мне вы. Это очень странно. Какая порода у Бонни? Тоже хотим кошечку. Бонни порода панда. Все. Не знаю, где вы такого найдете. ПС, не совсем вопрос. Я очень хочу отправить тебе, вам открытку или просто письмо. Можно? Вы не против? Я, конечно же, не против, но я еще раз повторю, что я не смогу ничего отправить в ответ, потому что у меня нет, к сожалению, на это времени. Я посткроссинг уже был, о его результатах вы можете посмотреть в видео. А так, конечно, да, мой абонентский ящик указан вообще под любым видео. Пожалуйста, я с удовольствием вообще все это смотрю. Кто-то присоедает по ссылке, я даже делаю обзоры на канале. То есть, ну, не все, конечно же, не могу я все там распаковывать. Но что-то самое такое уникальное, выдающееся, да. Спасибо большое всем, кто присылает письма. Я все вижу, это очень приятно. Что выберет Бонни? Поесть или поспать? Все вместе. Ты занимаешься спортом? Если да, то каким? Спорт и я, как бы, это вообще несовместимая вещь, что с детства у меня ничего никогда не получалось. На физкультуре, например, пришло время в школьных историях, господи. И на физкультуре, когда все прыгали через козла, Катя ковыркалась на матах, потому что у меня паника начиналась перед козлом. Я ничего не умела делать, только прыгать на прыгалках и крутить обруч. Это единственное, что я хоть как-то могла делать. А самокат это спорт? Не знаю. Как звали твой первый живот? Моего первого животного звали Мотя, собачка, чау-чау. Такие большие, пушистые, с фиолетовым языком. Какие языки знаешь? Отлично владею русским. Ну, как умею. Знала хорошо когда-то английский. Сейчас после школы уже все очень-очень забылось. И после института, хоть я прям, ну, действительно на уровне знала. Учила в школе немецкий, но это было вообще дно. Поэтому русский... Ну, а на английском, как бы, я до сих пор, конечно, я изъяснюсь, я и песни понимаю. Ну, не так, чтобы прям вау-вау. Верила ли ты в домовых? В домовых нет, а вот в монстра под кроватью да. Это был серьезный товарищ, я прям была уверена, что он у меня там жил. Ты покупала рекламу? Ну, если вы имеете в виду рекламу, как бы, канала, то, честно, да, было пару раз, и это было вообще неэффективно. Я, то есть, я поняла, что это принесло абсолютно ноль. То есть, это было еще, когда у меня там типа пара тысяч подписчиков. Я вообще, на самом деле, не советовала бы вам покупать рекламу, потому что зачастую к вам эта аудитория даже не потянется. Большинство блогеров, не совсем там топовых, да, делают рекламу не очень качественно. В плане, то есть, она вся слишком однотипная, и зачастую люди просто перематывают, даже не обращают на это внимания. Не тратьте деньги, пытайтесь развиваться сами. Я вам серьезно говорю, вы найдете своего зрителя. Думаешь, тебе повезло с фамилией? Я думаю, мне безумно повезло с фамилией. Кстати, до сих пор очень многие не верят, что моя фамилия Бельчик. Блин, хоть паспорт показывай, серьезно. Мне интересно, ты что, типа, профи-художник? ПС, я думала, что все блогеры рукожопы. Господи, вопрос на миллион. Вот удивительно, человек же ведь зашел в фангруппу, то есть, значит, ну, как бы, я ему вроде как интересно, и он, типа, спрашивает. Ну, как бы, не то, чтобы профи, ну, просто это моя жизнь, это моя работа. Ну, профи, не профи, ну, я нигде не училась, я не знаю, что в вашем понимании. Профи? И вообще, я не считаю, что все блогеры рукожопы, сколько творческих девчонок, да вы чего? Как ты решил называть своих подписчиков? Ну, вроде бы, как Бельчата прижилось, многие говорят. Ну, я на самом деле в негляде не говорю Бельчата, а вот в наших таких с вами личных разговорных, всяких обзорных посылочек, там, творческих видео Бельчата, это, мне кажется, прикольно. Катя, что бы ты делала, если бы не было Ютьюб? Жила обычной жизнью? Не знаю, это очень странный вопрос, на самом деле, потому что Ютьюб это огромная часть моей жизни, но если бы его не было, я, наверное, ну, занималась бы своей работой, белкой там и так далее, еще много чего по пунктам, но Ютьюб это круто. Но если бы не было Ютьюб, я была бы на Рютьюбе. Суши или пицца? Конечно, суши, но пицца, если Папа Джонс и чекен барбекю с острым перчиком, господи, за нее душ можно прядать, серьезно, тогда да. А так, конечно, роллы, я очень люблю роллы и вообще все, что с ним связано. Хотела бы допоменять фамилию? Нет, не хотела, не хотела, как бы и название магазина. Еще один вопрос на миллион. Борщ или рассол? Рассол, конечно, вы че? Бесил ли тебя когда-то Боня? Передай привет. Люблю твои видео и тебя. Спасибо, Алина. Боня бесил на меня, вот у меня он каждый день бесит, я вам серьезно. Я вам сейчас просто, если я вам сейчас начну показывать свои раны, то вы вообще обалдете, он на каждый день на меня прыгает, он агрессивный. Ну, только на видео такой белый, пушистый, черный, белый, пушистый, точнее. Была ли у тебя кличка в школе? Конечно, была, как у всех. Но, боюсь, мы еще не так близко знакомы, чтобы я вам рассказала. Ой, вообще, когда-нибудь я начну на школьной истории рассказывать, это будет весело. Любишь больше рисовать на видео или не глядя? Мне вообще сложно рисовать на видео, если честно, потому что этот процесс, он более такой, должен быть как бы замкнутым, то есть сел, сам себе нарисовал. Снимать очень сложно, зачастую какие-то моменты там не получаются, то есть просто наедине с собой рисовать проще. А не глядя я вообще, в принципе, обожаю снимать, прям обожаю, поэтому не глядя мне гораздо проще. Что тебе больше нравится, пейзаж или натюрмор? Ммм, интересно, что имеется в виду, рисовать или как бы просто... Я вообще не люблю ничего не другое, если честно. У меня это сразу ссоциируется с теми годами художки, когда я вначале ходила. Я вообще не любила натюрморты, я считаю, что это очень скучно и неинтересно. Но так, наверное, пейзаж. Ну, это хотя бы природа, а так лучше вообще животное и всякая разная милота. Как думаешь, будет ли у тебя в будущем коробка Белка Бок за 20-50 тысяч рублей? Я надеюсь, что у нее даже будет такого. Не-не-не. Ну что, ребят, вся суть Белка Бок в том, что он достаточно доступный, в нем куча всяких товаров, но при этом мы стараемся держать цену. Мы все знаем, что ты любишь кофе. Я думаю, не все знают, но кто не знает, теперь узнают. Я бы хотела задать пару вопросов на эту тему. Какой именно кофе тебе нравится? Со скольки лет ты полюбила кофе? Или может, он был твоим фаворитом всегда? Да. Кстати, очень интересный вопрос. Какой именно я люблю кофе? В последнее время я подсела на флет-вайт. Ну, так, обычно я пью капучино, если нет его. Да и вообще, в принципе, я пью любой кофе, ну, в плане только нерастворимый. Ведь я могу и черный крепкий в турке сварить. Я такая, да, все буду пить, лишь бы мне свою дозу вот эту вот, ох, дозу кофейничеку получить. Со скольки лет я люблю кофе? Мне кажется, наверное, класс из десятого. Но тогда я еще не пробовала кофе вот как в кафе капучино, да, то есть я начала пить растворимый. И поняла, что это вкусно, с молочком вообще вот так. Потом я поступила в институт, я в первую жизнь сходила в Старбакс. И мне показалось, что это просто божественный напиток. Но еще тогда я тоже не любила кофе. И потом, я помню, первый раз я попробовала лавандовый раф у Дабл Би. И тогда я поняла, что с кофе я никогда не расстанусь, потому что этот лавандовый раф, это было вообще лучшее в моей жизни. Я не знаю, в такой же ли он вкусный сейчас. Но мне кажется, на тот момент хорошее время. Что тебя подтолкнуло на съемку видеороликов? Это ведь занимает много времени. И знак вопроса. Да, это занимает много времени. Даже больше, на самом деле, не съемка, а монтаж. Что меня подтолкнуло? Я уже отвечала. Ну, в принципе, могу еще разок ответить, мне не сложно. Я хотела снять обзор на майский Белка Бокс, потому что тогда я придумала, что нужно выпускать коробки каждый месяц. И почему-то я об этом забыла, и выпускают не так часто, потому что нет времени из-за Ютьюба. Тогда вот майский Белка Бокс. Все было очень странно, был отвратительный звук. Такая же, например, съемка. Очень некачественная. Но я сняла, и людям стало нравиться. Привет, Катюш, не хотела бы ты уже обновить, так сказать, свою масочку в Негляде? Хочу. Скоро вас ждет сюрприз. Пока об этом не буду. И любишь ли ты белочек? Конечно, люблю, вообще обожаю. Я стала все скупать с белочками. Какой твой любимый выпуск Негляде? Бесспорно, выпуск с Бонней. Когда мы сравнивали корма, мне показалось, он самым интересным. И также очень нравится восьмимартовский. Да, восьмимартовский выпуск с Рафаэлками и их аналогами. Катя. Когда ты училась в школе, на уроке ИЗО у тебя все получалось нарисовать так, как ты хочешь? Красиво-красочное ТП или бывали трудности? У меня вообще были жуткие трудности с ИЗО. Я вообще не могла на пятерку вытянуть. Мне всегда ничего не получалось. Я все рисовала по-другому. Поэтому нет, у меня ничего не получалось. Особенно лица, фигуры. Это было очень-очень сложно. Не думайте, что я с детства так вот прям пам-пам и все пятерки. Не-не. Почему Катерина, а не Екатерина? Просто потому, что мне нравится. Зовут у меня и по паспорту, естественно, Екатерина. Мне нравится Катерина, как она называется. Вообще, на самом деле, называйте как угодно, лишь бы не Катюха. Вот прям слух режет Катюха. Как ты стала знаменитой? Кто же вам сказал, что я знаменитой стала? О, ко мне же на улице не подходят. Классный вопрос. Какой жанр книги тебе по душе? Какие книги читаешь? Посоветуй что-нибудь 11-летней девочке. В последнее время я очень-очень капитально подсела на фэнтези. На фэнтези сейчас уже даже больше на такую хардкорную фантастику перешла. Вот недавно я дочитала трилогию «Магистериум». Если вы, например, фанат Гарри Поттера, но уже давно-давно все прочитано, пересмотрено, попробуйте начать. Поначалу вам покажется, что это, типа, фанатская версия Гарри Поттера, и все скопировано. Но просто продолжите читать. Я вам серьезно говорю, еще особенно для 11-летней девочки, я думаю, будет очень интересно, потому что мне, даже взрослому человеку, эта книга показалась очень захватывающей. Какие дальнейшие планы есть на Белка Бокс? Планируешь ли что-либо добавлять? Я просто на самом деле не знаю, когда выйдет это видео, когда я успею смонтировать. Возможно, уже новый Бокс выйдет. Я сейчас кое-что для вас придумала. Все увидите. Я думаю, что на этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем огромное за просмотр. Обязательно задавайте свои вопросчики в группу, и, возможно, в следующий раз я отмечу именно на ваш. А, всем Белка.